А все у них покатушки, которые скоро закончатся Делать будем прохват Прохват Идет солдат по городу По незнакомой мечте Прохват 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Мне кажется, что у меня вторая включена! Добро пожаловать на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 отдыхаешь от всех проблем жизненных и не только от работы от всего вообще мотоцикл дает много классных ощущений которые которые не даст вам никакая машина но машина тоже по своему прикольно ты ездишь едешь в безопасности у тебя везде как бы как замкнутой колбе а здесь ты твое тело открыто на весь контакт контакт полностью ты контактируешь с природой воздухом с машинами в которые ты может быть можешь влететь это грустно но все таки это тоже надо понимать что это может поэтому водитель мотоцикла должен быть предельно внимательный внимательен что это такой лайф видосик посмотрим как он пойдет пойдет ли он вообще блин надо мне просто ну никак руки не доходят заняться нормальную камеру не камеру а микрофон нормально сделать и записывать именно такие видео чтобы звук был нормально слышен сейчас я снимаю через бокс то есть камера в боксе и еле-еле я думаю будет меня слышно но я попробую там микрофон погромче сделать чтобы хоть что-то слышно было что я могу сказать ездил на хонде катался тоже прикольно по-своему но этот конечно мотоцикл ты на нем просто отдыхаешь это как катер как я не знаю если машину взять но это как даже с чем же чего сравнить даже не знаю ну джипом это назвать нельзя то есть это можно сказать мощь ну как тяговитый лютый мотор с очень мягкой подвеской очень комфортный паркетником его нельзя сравнить ну что не такой же твердый вообще если toyota camry взять например она тоже мягкая тоже она рулится как попало но в принципе он тоже на нем не по закладываешь то есть не спортивный мотоцикл что давайте еще где-то проедемся сам хочу проехать уже не терпится просто поехать где-то прокатиться сам выехал блин уже просто погода такая хорошая погода солнечная классная как где-то муж поляну найдем какую-то походкаемся так вас все делать но получается сезон заканчивается а я так толком а ну это мы в гаражи приедем сейчас я развернусь и поедем проедем тропинка вроде пошире там она такая с фондом бетонная какая-то дорога а там вот она такая в листьях прикольно меня наверно вообще не слышно так что я буду громко разговаривать может это покажет вообще диким диким трешем но а что делать похоже тут уже начинается оффроуд ну как сейчас проверим как мы на чопере по оффроуду дороги вы видите тут вот такая вот беда но мы все равно поедем потихоньку лучше приставать на таких точках потому что он низкий может рамой зацепиться карты там масляный ничего не пробьете лучше приставать здесь тут поехали на раз туда честно не знаю мы сейчас ездим в харьков узнать писачин это писачинский такой как бы лесок дуговый не вот не знаю блин надо было наверно это тут тропинка люди тут ходят не получилось что я тут хотя не нормально честно не знаю куда я еду где я щас шо шо это это кросс-кантри уже кросс-кантри ёпта кросс-кантри это же вообще на великах у нас будет чопер-кантри чопи кросс-кантри я думаю видос будет не очень конечно свинут если вы там по камере смотрите круто круто прям видно все но мне очень нравится кто давно велики кросс-кантри а мы чопер-кантри ёпта надо хоть выехать вообще круто конечно круто но для немножко или поедем наверно вверх а потом сюда сказать какие мне больше мотоцикла нравятся честно скажу сразу спорты очень ну вообще как бы интересах ну то есть я тебе спорт никогда не купил я купил бы себе стрит только с обтекателем либо вот если бы себе рассматривал мотоцикл спорт я вообще не хочу взять прокатиться да круто пораздывать у меня если вы видели видео есть я там ездил на yamaha r1 мне очень понравилось как она едет после 9000 но мне не понравилось то что трогаться на ней тяжело то есть надо крутить ее где-то до 4 до 3 хотя бы чтоб тронуться потому что сильно как бы задушенный мотоцикл точнее не задушенный а тяги тяги ему не хватает и ему тяжело как бы тронуться то есть надо газу давать он наверхах кто-то едет после 9 у него только начинается настоящий подрыв хороший такой хозяйский короче вот поэтому блин что-то тут вообще кросс-кантри пошло поэтому на спорте ну я себе спорт не хочу я все может быть купил бы какой нибудь фазер там литровый но не шестьсотку не шестьсотку шестьсотка мало будем разворачиваться потому что повраться но я ебал что-то я уже разучился ездить лохнуть ездить как штука как блять как олень какой-то ёбка так тут мы проедем или нет ну что да вы бы видели где я сейчас еду это песец я еду по полю все короче выезжаем отсюда у меня кумаре такая езда лучше по лесу ехать вообще не смотреть мне на чтобы поле и поле у нас просто вот что я сегодня именно поехал потому что ближайшее время хорошей погоды уже не будет я думаю уже будет закрывать сезон ставить мотоцикл на зимовку будем его консервировать обрабатывать как обычно силикончиком вот и на этом мотосезон 2015 я думаю закончится на хонде может я еще и прокачусь но этот мотоцикл мы будем ставить на зимовку потому что он весь как вы знаете железный прямом смысле этого слова и его желательно пораньше помыть обработать и на зиму поставить потому что может потом он подастся коррозии а это не есть хорошо лучше вовремя все сделать сделать как бы профилактику как бы он груша у кого-то похоже покатухи ну а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok